так приступаем к самому вкусному сборка торта нарезаем банан на слайсы как вам удобно можете на квадратике любого размера чем как вам вкуснее берем бисквит и подрезаю я у него вот эту вот верхушку хрустящую шапочку ну она конечно не хрустящий но я люблю ее срезать чтобы бисквит у нас пропитывались лучше делаю насечки по всему диаметру торта смотрите визуально я поделила его пополам и вот таким образом делаю вокруг насечки сразу я не прохожу через весь бисквит ножом только после того как сделаны насечки делю вот таким образом пополам так получается ровный срез вот таким образом 2 бисквит у меня чуть выше я хочу чтобы бисквит у меня все были одинаковые поэтому побольше срежу но вы можете этого не делать шапочку можно съесть или сделать из него кейк попса также делим пополам 2 бисквит абсолютно также режем делаем насечки вокруг и уже потом проходим по бисквиту такие классные бисквит у нас получились приступаем к сборке чтобы из кондитерского мешка получить крем подрезаем носик в центр добавляем небольшое количество крема и верхушку укладываем первым бисквитом из мешочка аккуратно когда вы выдавливаете из мешка у вас получается в разрезе ровное количество крема и это смотрится очень красиво разравниваем с патулой если нету берем обычный нож и ножом тоже прекрасно все разравнивается делаем дамбу из крема дамба будет сдерживать начинку внутри и не даст ей выйти и вытечь объединяем нижний слой крема с боковушками делаем как баллонку и отправляем туда бананы бананы кстати в торте не чернеют остаются такими же красивыми сочными отправили и сверху слой карамели карамель после остывания у нас гладкая глянцевая и следующий бисквит ровный бисквит я оставляю чтобы закрыть верх торта сразу объединяем бисквиты если у вас сложности со сборкой можете сразу собирать в кольце ну я люблю собирать таким образом и сразу параллельно делать черновое выравнивание черновое выравнивание делать тем же кремом которым собираем торт внутри там где не хватает крема добавляю и счищаю съезжает кстати если у вас ездит по подложке можно либо салфетку положить либо силиконовый коврик здесь у нас просто крем сырно сливочный шоколадный из мешочка распределяем и разравниваем чтобы у нас был ровный красивый разрез и ровный торт следующий бисквит и остаток крема когда у нас идет сразу параллельно черновое выравнивание мы сразу видим где у нас не хватает какую сторону накоренен торт все это сразу исправляется и при финишном покрытии конечно это все влияет на результат если у вас торт собран изначально ровно то и ровненький он будет в итоге вкладываем следующий слой бананов и покрываем всю карамелью закрываем шапочкой и остаток крема уже распределяем по тем местам где нам необходимо подравнять здесь остаток крема я нанесла и буду подравнивать таким образом сильно не давим что бисквит на нас не съехали торт нежный бисквит и нежный крем тоже более карамельная начинка поэтому сильно не давим на торт аккуратно распределяем и шпателем подравниваем сразу все излишки там где мне необходимо добавить я добавляю все проплешины и сверху тоже делаем ровный угол после того как тортик у нас собрался выровнялся закрываем пищевой пленкой в контакт чтобы он не подсыхал а хорошенько все у нас пропиталось вкусы все объединились крем банан карамель бисквит все должно найти баланс запечатываем пищевую пленку и дополнительно можно затянуть кольцом если оно есть если нету не обязательно затягиваем кольцо и отправляем в холодильник стабилизироваться пропитываться минимум ночь минимум пять часов лучше на ночь например вечером собрать до следующего утра он у нас пропитывается и а и и и и и и